Россия готовится к парламентским выборам. Голосование состоится в сентябре 2016 года, а государственные телеканалы уже начали массированную подготовку. По демократической коалиции ударили компроматом. Коалиция не выдержала и начинает разваливаться. Об этом и не только. Наш берлинский корреспондент Константин Гальденцвайк побеседовал с одним из лидеров российской оппозиции Ильей Яшиным. Илья, соратник Бориса Немцова в Германии, представляет доклад о роли чеченского президента в российской политике. Доклад называется «Об угрозе национальной безопасности». Интервью с Ильей Яшиным. Эксклюзив РТВА. Спасибо большое, Илья, что согласились ответить на наши вопросы. Хотел вас вот о чем спросить. Вы представляете в Германии уже опубликованный в России доклад о ситуации в Чечне. И вот для тех, кто с ним не знаком, всего лишь одна цитата, показательная среди прочих. Практически всего, на что в 90-е годы претендовали сепаратисты Дудаева и Масхадова, Кадыров добился от Путина в результате сделки, итоги которой российскому обществу еще только предстоит оценить и осознать. Что именно предстоит осознать? Речь идет о том, что на Кавказе, на российском Северном Кавказе, сформировано, по сути, независимое такое квази-исламское государство, которое возглавляет неуправляемый, очень опасный человек при абсолютном попустительстве федеральных властей. На протяжении последних 10 лет Владимир Путин покрывает Кадырова, оказывает ему полную политическую поддержку, накачивает бюджет Чечни деньгами, которые расходуются Кадыровым, как будто эти деньги находятся в его частном кармане. В Чечне создана региональная армия, ядро которой составляют бывшие боевики, амнистированные Кадыровым и лояльные лично ему. И в целом, то, что мы наблюдаем в последние годы, угрозы, убийства, похищения людей, такая в вульгарном виде исламизация Чечни, все это говорит о том, что на Кавказе фактически сформировано новое государство. Вот, собственно, итоги того пакта, который в свое время заключил Рамзан Кадыров и Владимир Путин. И действительно, еще предстоит осознать то, что происходит на Северном Кавказе. Я думаю, что развитие событий будет, к сожалению, драматическим, потому что Кадыров, по сути, стал вторым политиком в стране, обладающим огромными силовыми и организационными, и финансовыми ресурсами. Что именно вы имеете в виду, говоря о драматическом развитии событий в будущем? Ну, дело в том, что Кадыров на сегодняшний день демонстрирует полную лояльность Путину. Однако это связано, в первую очередь, с тем, что Кадыров получает огромные деньги из федерального бюджета, которые расходуют как хочет, и никто это не контролирует. И вот если этот поток финансовый прекратится или замедлится, то Кадыров может вести себя далеко не так лояльно, и спрогнозировать его поведение, спрогнозировать его политическую линию абсолютно невозможно. Мы все помним угрозы не только в адрес оппозиции, мы помним угрозы в адрес силовиков. Мы знаем прекрасно о конфликте Кадырова с российскими спецслужбами, и мы все прекрасно понимаем, что на территории России Кадыров сегодня стал, ну, по сути, главным российским силовиком, обладающим наибольшим военным потенциалом, который он контролирует лично. Поэтому все идет к тому, что, к сожалению, возможно, будет новое противостояние между Чечней и федеральным центром. И Кадыров зачастую это противостояние сам провоцирует, когда его аппетиты недостаточно удовлетворяются. Вся совокупность материалов, которые нам удалось подобрать в связи с подозрениями Кадырова, в причастности Кадырова, к целому ряду политических убийств, она вызывает шок, конечно. Я, конечно, знал про роль кадыровцев в убийстве Ямадаевых и так далее, но когда ты начинаешь глубоко вникать в эти материалы и видишь, что есть просто прямые доказательства причастности Кадырова, и при этом отсутствие полной какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов, это, конечно, шокирует. Ну, вот, например, когда было покушение на ИСУ Ямадаева, это один из трех братьев, единственный, оставшийся в живых после покушения, был задержан киллер прямо в момент нападения. И после этого он получил 8,5 лет тюрьмы за покушение на убийство. В моем докладе представлен протокол допроса этого убийцы, несостоявшегося, где он прямо указывает, что меня привезли к Кадырову, и Кадыров мне сказал, езжай в Москву и убей ИСУ Ямадаева. Ну, то есть киллер, отправившийся на 8,5 лет за решетку, дает официальные показания под видеокамеру Следственного комитета, и все это фиксируется в протоколе допроса. И даже после этого Кадырова элементарно не вызвали на допрос. Не могу не спросить о внутрепартийных делах, потому что близится выбор в Государственную Думу. В преддверии этих выборов один из российских федеральных каналов сделал вашей партии подарок, сняв лицкредитирующий Михаила Касьянова фильм. После чего вы заявили о своем снятии, о снятии своей кандидатуры с праймерис, в знак несогласия с отказом Михаила Касьянова. Не совсем так. Во-первых, действительно, нас периодически полоскают на федеральных каналах и делают это абсолютно незаконными криминальными методами. Речь, кстати, не только о фильме про Касьянова, где просто видеокамеру установили в его спальне, у него дома. Просто является нарушением всех возможных законов, особенно то, что это все было показано по федеральному телевидению. Идет давление и на других оппозиционных политиков. Недавно Алексей Навального в эфире федерального телевидения объявили агентом ЦРУ. Причем в качестве доказательства представили документы на бланках ЦРУ, написанные с элементарными какими-то грамматическими ошибками на английском языке. Поэтому да, мы действительно постоянно сталкиваемся с этим давлением, но напрямую связывать то, что показывают по телевидению с нашими, скажем так, некоторыми тактическими разногласиями в партии, в демократической коалиции, не вполне верно. Разногласие мое с Касьяновым заключается в следующем. Мы договорились о том, что список демократической коалиции, который будет сформирован для выборов в Госдуму, должен определяться через праймерис. Это очень правильная процедура, это правильный шаг к формированию новой такой демократической культуры в протестном движении, в российской оппозиции. И Михаил Касьянов в свое время добился того, чтобы он возглавлял список в обход праймерис по квоте, вот как лидер партии, которая предоставляет свою юридическую площадку для всех участников коалиции. Прошло несколько месяцев после этой договоренности, и на сегодняшний день и мне, и другим участникам коалиции такое решение видится ошибочным, что вроде как все равны, но кто-то равнее. И с точки зрения противостояния с Кремлем это решение было неоднозначным, потому что мы заранее дали возможность сфокусировать компанию по дискредитации на том политике, которая гарантированно и без конкуренции возглавляет список уже сейчас. И результатом это стало то, что агитационные возможности Касьянова как лидера списка по сути парализованы. Потому что у нас нет возможности на сегодняшний день говорить о коррупции, о Кадырове, о других проблемах, которые волнуют общество. О чем бы мы ни начинали говорить, нам вот, значит, пихают эти видео, задают там идиотские вопросы, кто с кем спал, кто кого как обозвал и так далее. Поэтому и я, и другие участники демократической коалиции поставили вопрос о перезагрузке. О том, что необходимо все-таки весь список демократической коалиции от первого и до последнего места определить через процедуру праймерис. К сожалению, Касьянов занял абсолютно непримиримую позицию, хотя я все-таки не оставляю надежды на то, что он пойдет на компромисс с коалицией. Вы не считаете, что своим шагом вы спровоцировали конфликтную ситуацию, которая в итоге играет на руку Кремлю в бить клип? К сожалению, даже если так это выглядит со стороны, это не соответствует действительности, потому что эта дискуссия, она на самом деле идет уже не одну неделю даже, не один месяц. Но был бы этот фильм, не было бы этого фильма, все равно бы этот вопрос встал, потому что вот в той конструкции предвыборной, которую мы имеем сейчас, перспективы демократической оппозиции на выборах очень туманны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова